Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Помните, что в компании «АвтоСтронг» 1000 двигателей и коробок переключения передач. Поэтому сегодня мы вам что-то выберем. Итак, встречаем автомат Toyota A245e. На автомобилях Toyota используется большое семейство четырехступенчатых автоматических коробок передач, которые были созданы в сотрудничестве с компанией i-Syn Warner. Эти коробки обозначаются A240 и A247. Они применялись с 1985 по 2008 год. И предназначены для установки на автомобили с передним приводом и поперечным расположением двигателя. Также есть и версии для полноприводных автомобилей. Сегодня мы будем разбирать коробку A245e, которая устанавливалась на Toyota Corolla с 1993 года по 2008. Данная трансмиссия создана на основе трех планетарных редукторов. На входном вале установлен сдвоенный планетарный редуктор, который имеет одну общую солнечную шестерню. На промежуточном вале установлен простой планетарный редуктор. В данной трансмиссии шесть пакетов фрикционов и одна тормозная лента. Три пакета являются сцеплением, а три являются тормозом. Также в конструкции данной коробки есть три обгонных муфты. В гидроблоке присутствуют четыре соленоида. Они управляют регулированием давления, муфтой блокировки гидротрансформатора, а также переключением передач. Первые 10 лет трансмиссии А240 использовали трансмиссионную жидкость Dextran 3. Затем перешли на Toyota T4, а затем на более современную трансмиссионную жидкость типа WS. Полный заправочный объем данной трансмиссии 8 литров. Полностью заменить масло в коробке можно при капитальном ремонте, а также поэтапно по трубке, по которой трансмиссионная жидкость возвращается из радиатора охлаждения. Замену масла надо проводить каждые 8 лет. В целом эта трансмиссия не требовательна к качеству трансмиссионной жидкости. Фильтр в данной трансмиссии представляет из себя металлический корпус и фильтрующий элемент металлическая сетка. Естественно, такой фильтр может задерживать только крупные частички мусора. Поэтому те трансмиссии, которые не пережили капитальный ремонт, следует оснастить фильтром тонкой очистки, который вставляется в обратную магистраль, по которой масло идет из радиатора охлаждения. Этот автомат очень надежен, способен без труда пройти 300 тысяч километров. Обычно эти коробки попадают на ремонт из-за естественного износа. Также нередкая проблема – это течь сальника маслонасоса, а также обрыв катушки в каком-нибудь соленоиде. Если проблема с соленоидом, то тогда коробка уходит в аварийный режим и двигается только на третьей передаче. Трансмиссия А245Е использует муфту блокировки гидротрансформатора на четвертой передаче. Так как эта трансмиссия работает в паре с маломощными двигателями, то фрикционная накладка не сильно пылит в трансмиссионную жидкость. Преждевременный износ гидротрансформатора появляется из-за подтекания сальника маслонасоса по причине недостаточного количества масла для работы гидротрансформатора. Если гидротрансформатор сильно изношен, то он работает с вибрациями, что приводит к царапинам и задирам на втулке шейки. Ну а кто же поможет нам разбомбить этот караба с голыми руками? Конечно же, Серега, встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Вот такой фильтр в металлическом корпусе и с металлической сеткой установлен на трансмиссии А245Е. Можно сказать, что он серёга устойчивый. Как мы видим, никакой стружки и мусора в фильтре нет. Также нет стружки в поддоне и на магните. Скорее всего, эта коробка будет в отличном состоянии. Разбираем мы из-за чего? Из-за вот этого скола на корпусе. Гидроблок, его соленоиды и клапаны очень долго противостоят старому маслу, которое, как мы уже говорили, не особо-то и загрязняется из-за муфты блокировки гидротрансформатора. Как правило, соленоиды выходят из строя от старости, когда происходит обрыв в катушке соленоида. Вот это соленоид главного давления. Это соленоид, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Это два шифтовых соленоида. Если говорить о состоянии, то состояние хорошее. Масло немного темное, но никакого осадка в канала гидроблока нет. Обратим внимание, что корпус этого маслонасоса стальной, а не альтернативный. Как у многих коробок. Если говорить о состоянии, то здесь все просто идеальное. Как с завода, никакой выработки. Обратите внимание, что втулка тоже в идеальном состоянии и сальник выглядит живым. Вскрыв корпус, мы видим стандартную конструкцию АКПП для переднеприводных автомобилей. Входной вал, промежуточный вал, главная пара с дифференциалом. На что мы обратили внимание? Посмотрите, вот это шайба скольжения. Она эластичная и выглядит как новая. То есть эту коробку даже не перегревали. И вот Сережа достал первые детали. Входной вал, барабан форвард, барабан директ. Форвард используется на всех передачах переднего хода, поэтому это сцепление самое нагруженное. Посмотрим на его состояние. Фрикционы здесь двухсторонние. В прекрасном состоянии даже видны оригинальные номера. Вот это барабан директ и внутри сцепление директ, которое задействовано на 3-4 передаче и на заднем ходу. Это второй по нагруженности комплект сцепления. Оценим его состояние. Состояние как новое и тоже видны оригинальные номера. Следующая деталь это тормоз B1. Задействуется на второй передаче. Ресурс у ленты огромный, меняют ее из-за старости либо из-за пропитки фрикционного материала маслом. Работает эта лента по барабану директ. И о состоянии. Реально лента как новая и никакого износа на барабане. Следующая деталь, которую мы вынимаем, это передний планетарный редуктор. Вот водила и сателлиты. Вот эта деталь. Это общая солнечная шестерня для переднего и для заднего редуктора. Следующая деталь это пакет фрикционов тормоз B2. Используется на второй, третьей и четвертой передаче. По состоянию все идеально. Также обратите внимание на обгонную муфту. Первая из трех. Следующая деталь, вторая обгонная муфта как новая. Следом идет задний планетарный редуктор. Это два раздельных планетарных редуктора, не редуктор Vignon. В зависимости от того, какая деталь блокируется, формируется передачей переднего или заднего хода. Следующая деталь это пакет фрикционов тормоз B3. Задействован на первой передаче и на заднем ходу. Состояние как новое. Видны заводские номера, хоть просто отмой и на продажу. Серега. Ну что, нам осталось раскидать только промежуточный вал. Тут есть парковочная шестерня, которая фактически блокирует главную пару, то есть дифференциал. Если у какого-то владельца Toyota хватит мозгов упилить эту коробку, то изнашивается посадочное отверстие переднего подшипника промежуточного вала. Весь механизм перекашивается, и планетарка начинает стругать стружку. А вот это третий планетарный редуктор. В случае перекоса механизма изнашиваются зубья сателлитов и вот эти бронзовые шайбы скольжения. Как видите, тут тоже все в идеале. И следующая деталь – корпус сцепления Underdrive и пакет фрикционов C3. Состояние, как и во всей коробке, идеальное. Также обратите внимание, это у нас третья обгонная муфта. И последняя деталь – тормоз B4. Все фрикционы в идеальном состоянии. Этот тормоз используется на всех передачах, кроме четвертой. Ну что, разборка закончена. Как-то ты, Серега, сегодня очень быстро отделался. Паша недавно 9 часов мотор разбирал. Резюмируй. Ну что, данные трансмиссии четырехступенчатые, произведенные заводом Eisen Warner для концерна Toyota, очень надежные. Приезжают в крайне редких случаях уже в тот момент, когда она совсем перестает ехать. Спасибо! Пожалуйста! Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова